свой слайд хотя это не самый лучший вариант презентации что остается делать когда наши презентации идут онлайн и я вас не очень скажем так вижу при этом ну а если немножко упростить вот что главное главное в этом слайде это как мы должны увязать работы во времени и пространстве а также ввязать их с ресурсами в качестве ресурса выступают не только люди но и например разные материал технические ресурсы машины материалы и так далее а также нельзя забывать о том что на нашем строительстве работает разные как правило разные подрядные организации которые бывают общестроительными то есть строит выполнять несколько видов работ либо специализированными которые специализируются на чем-то одном например не знаю про тоже есть какие-то конечно группировки купения то что иностранцы называют map то есть автоматика водоснабжение электроснабжение кондиционирование воздуха это все относится к инженерным сетям оборудования как бы мы сказали по-русски есть компании которые берутся заполнить цикл этих работ но есть компании которые говорят мы можем сделать вам электрику а больше ничего делать не будем потому что просто не умеем нет такой компетенции на строительстве обычного жилого дома опять же по моим наблюдениям может быть не знаю работать 15-20 разных подрядных компаний их на тоже как-то увязывать во времени пространстве потому что кому-то например удобно выполнить выполнять работы от последнего этажа к первому кому-то удобнее наоборот от первого к последнему и разобраться в этом бывает иногда крайне сложно с другой стороны нам выгоднее сначала разобраться как мы будем увязывать наши работы а потом приступить к строительству чем наоборот в этом случае с вами не поточный метод а будет просто какой-то хаос который мы не можем изучать и давайте посмотрим какой последовательности нам советуют разрабатывать проектировать наши потоки вначале мы должны определить пространственные параметры объекта также мы это с вами изучали но и не только со мной кто-то делал курсовую работу по организации планирования строительства там делал календарные грабки кто-то делал вкр наверное многие где формировали точную организацию строительства и первое чего вы начинали это как разделить параметры объекта на какие-то отдельные элементы пространства затем формировали структуры потоков то есть определяли какие именно виды работы вы должны включить свой поток некоторые кстати виды работ в поток не включаются они выполняются независимо от потока напомню что те же международных компаний например различают вертикальное планирование работ календарным планирование имеется ввиду и горизонтальное планирование ну то есть если у нас например строится жилой дом то те работы которые выполняются внутри дома это вертикальное календарное планирование это поток по нашему по-российски даже еще по-советски можно сказать стройка всякие очень инерционная горизонтальное планирование это сети это благоустройство это уже ну наверное если поток то другой это работы выполняемые внутри и снаружи как правило параллельно независимо друг от нельзя их объединять в одну матрицу построение расчет графика 3 циклограмм это третье этап все ли знаешь такой циклограмм давайте вот у вас тоже как-то растромашин есть чат кто не знаешь такой циклограмма пишите в чат а кто знаешь такой циклограмма не пишите но я вас на экзамен спрошу телефон смотрю есть люди которые не знаю что такое циклограмма но им хотелось бы узнать на самом деле да я конечно